Я родился в Москве, но я ничего не помню о тех временах. Когда старый мир сгинул в пламени атомного пожара, я был совсем еще маленьким. Из 10 миллионов жителей Москвы спаслись только 40 тысяч. Среди них был и я. Выжившие укрылись на станциях московского метро. С тех пор прошло 20 лет. 28 февраля 2020 года на портативной консоли семейства Nintendo, а конкретно Switch, вышли две замечательные игры, а точнее их обновленные версии. Metro 2033 и Last Lights под заголовком Redux. Ну и сейчас, друзья, я предлагаю детально окунуться в то, насколько вообще резонно покупать эти игры на Switch. Поговорим про производительность и многое другое. Вы на канале в красном, я Андрей. Погнали! Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Я уверен, что многие давно знакомы с серией Metro. Изначально, разумеется, игры не появились на пустом месте. За основу был взят сюжет из книг с одноименным названием за авторством Дмитрия Глуховского. В наше время уже давно нередко сделать игровые адаптации к книжным произведениям. Элементарные примеры это Stalker после книги «Пикник на обочине» или знаменитый и культовый Ведьмак после книг Анджея Сапковского. С Metro произошло примерно то же самое, однако, как многие знают, Metro своим визуалом и атмосферой походит на горячо любимую нашей душе серию игр Stalker. И неспроста, ведь часть разработчиков Metro трудилась в свое время и над играми про зону отчуждения. И это заметно почти во всем, начиная от ассетов, заканчивая звуками. И нет, плохого в этом мало, однако глазу всегда приятно, когда видишь нечто знакомое. Ну и ладно, слишком уж долго мы говорим совсем не о том, о чем стоило бы. Ведь у нас на операционном столе обновленные версии под консоль Nintendo Switch. И честно сказать, вроде что-то и хочется, а с другой стороны, многого и не скажешь. Если начать говорить про графику, то тут все предельно хорошо. На самом деле, когда игра только вышла, я уже был удивлен тому, насколько хорошо ее портировали. Сами по себе игры изначально вышли спорными в плане геймплея и их производительности. Даже на самых мощных ПК Metro 2033 умудрялось тормозить и творить лютую вакханалию на экране. Однако большинство дыр залатали с выпуском Redux версии, которую и портировали на Nintendo Switch. Так вот, с графической части игра выглядит великолепно, без доли сарказма. Но, во-первых, тут кроется тьма, тьмущая подводных камней. Большинство игр, которые в принципе происходят в темноте, это красивые игры, потому что тень и отсутствие света всегда делают картинку поприятнее. И вот тут кроется первый подводный камень. Игра темная. Для людей настал конец света, электричества почти нет, там и тут висят лампы и свечи, света мало. Было атмосферно ли? Очень. Но, к сожалению, Nintendo Switch считает это поводом для того, чтобы превратить атмосферное погружение в игру в постоянные гляделки и перезапуски с контрольных точек. Ни для кого не секрет, что яркость экрана у Nintendo Switch ужасная. В своем прошлом ролике про опыт эксплуатации Nintendo Switch, можете глянуть его по подсказке сверху и в описании, я говорил, что играть в целом на улице или в общественном транспорте на нем идея такая себе. И что комфортнее, это делать либо дома, либо максимум в метро. И тут нас застает ироничный случай, ведь играть в метро, находясь в метро, идея не самая лучшая. Да, игра настолько темная, что, к сожалению, играть вне дома в нее буквально невозможно. Вот вам наглядный пример того, как это будет выглядеть в вагоне метро. Видно ровно ничего. А в поездах достаточно хорошее освещение. На самом деле, я ее проходил дома в солнечную погоду, но даже находясь в своей комнате, испытывал дискомфорт, так как принципиально хотел пройти игру на Nintendo Switch Lite. Так что тут, конечно, палка о двух концах. Графика хорошая, даже несмотря на тот временной период, когда вышла оригинальная игра и ее продолжение. Однако, играть с комфортом в портативе идея не из лучших. Ну и если это вас вдруг не остановило, то стоит сказать, что игра доступна на картридже. И большое спасибо тем, кто занимался физическими изданиями, потому что картридж содержит в себе сразу обе игры. Так более того, русский язык присутствует из коробки и ничего докачивать не надо. А в наше время это большого стоит, если вы понимаете о чем я. Одно разочаровало, наполнение физического издания никакое. Хоть бы что ли двухстороннюю обложку завезли. При этом, если покупать игру в цифре, то тут отдам должное, обе части можно купить как вместе, так и по отдельности. Следовательно, если вы вдруг не хотите проходить условное метро 2033, но очень хотели бы пройти Last Light, при этом переплачивать совсем нет желания, то, пожалуйста, вы можете это сделать, купив игры по отдельности. Ну ладно, а что же касается производительности и геймплея. Может игра тут тоже решила схитрить? На самом деле, тут претензий практически нет. Игра работает в стабильных 30 кадрах, есть ли просадки? Возможно, есть. Но опять же, обычный глаз обычного пользователя их попросту не заметят, пока какой-нибудь блогер с особым программным обеспечением не будет замерять FPS и не покажет вам, как сильно и где игра проседает. Я прошел обе части на Nintendo Switch Lite и получил море удовольствия. Если, конечно, закрыть глаза на то, что в большинстве своем игра крайне темная, а экран у Switch Lite слабый. Возможно, если у вас OLED-версия, то повезет вам куда больше. Разумеется, в самой игре никуда не делись стандартные для серии замедленные движения, местами сверть врагов наступает позже, чем вы сделаете второй выстрел, и в итоге он уходит в молоко. Прицеливается персонаж больно медленно, хотя, насколько мне известно, это сделано для реализма. Но все это терпимо. И возвращаясь вновь к подводным камням, а именно темной игре, для того, чтобы выйти на хорошую концовку, как многие из вас знают, в Metro 2033 необходимо не убивать врагов людей, а оглушать их. А значит, и пользоваться примитивным, но стелсом. И какой же стелс без возможности потушить предметы, которые производят свет? Ну и в Metro так же подумали, и поэтому, когда вы будете проходить игру по стелсу, будьте готовы, что находясь в условном автобусе или вагоне метро, про него вы можете забыть. Про стелс в смысле. Либо переигрывать из раза в раз, потому что попросту ничего не увидите. Но если вы домашний человек, а из консоли у вас только свитч большой или OLED, а пока до сих пор временного периода мамонтов, то в целом, если играть на мониторе 1080, картинка очень даже красивая, глаз не режет. Я бы даже сказал, она мне очень нравится. И темные участки, когда они распределяются на большой площади монитора, не становятся камнем преткновения этой игры. Что в портативе, что в док-режиме, игра хороша. Конечно, ролик не передаст настоящую картинку, потому что напомню, что OBS, что YouTube безумно сильно режут картинку, но я старался. Ну и, наверное, главное, что я не сказал, так как лично сам этим не пользуюсь, в игре есть управление гироскопом. Так что кому не нравится управление на стике, да и кому оно может нравиться на Nintendo Switch, можете смело играть. Вибрацию тоже завезли, никаких проблем. Ну и, конечно, то, что я узнал буквально практически во время написания сценария, в Metro Last Light присутствует аж несколько дополнительных заданий, отдельных от сюжетных миссий. И если вдруг кто не понял, то весь этот рассказ был сразу об обеих частях Metro, так как геймплейно они друг от друга не отличаются, как и наличием светлых и темных участков. Еще что стоит отметить, это особый режим сложности, который разработчики грамотно сумели добавить в редакс-версию. Так как на выходе тот безумный рейнджер-мод был для игроков скорее некой насмешкой со стороны разработчиков, а все потому, что издатель вносил правки туда, в чем он не разбирается. Ну ладно, мы не об этом. Главное, что все фишки обновленных версий, всевозможный платный контент сразу доступен в этих играх. Если говорить про стоимость, конечно, физическое издание в принципе сейчас будет гораздо дороже, хотя если хорошо поискать, то возможно и нет. А в цифре на момент написания сценария игры вообще стоит по 479 рублей, что, как по мне, даже несколько дешево. За обе получается на копейку больше 1000 рублей. Лично я, конечно, советую эти игры, но если есть возможность поиграть в них на PlayStation или ПК, лучше это сделать там. Если нужен портативный вариант, трижды подумайте и один раз отмените заказ. А на этом, в общем-то, все. Всем большое спасибо за просмотр, друзья. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok